В эфире программа «Городские подробности». Мы расскажем вам о самых актуальных и интересных событиях прошедшей недели. В студии Денис Куклин. Здравствуйте. В начале выпуска «Город за 7 дней». Обзор самых значимых событий прошедшей недели. В понедельник в Архангельске официально был завершен отопительный сезон. Об этом было заявлено на еженедельной планерке в мэрии города. Подготовка к предстоящей зиме уже началась. Согласованы графики капитального ремонта и гидравлических испытаний теплосетей. Главы округов также подвели итоги прошедшего общегородского субботника, в котором приняло участие более полутора тысяч человек. Одним из центральных вопросов совещания стал ремонт и содержание дорог города. «Уже все плавные мероприятия должны быть составлены, дефектовки должны быть все уже произведены, потому что ямочный ремонт уже необходим сейчас, потому что дороги в ужасном состоянии. Направьте все свои усилия на уборку города и на содержание дорог». В столице Поморья прошло совещание при полномочном представителе президента в Северо-Западном федеральном округе Владимире Булавине. Главный его итог – муниципалитеты услышаны федеральным центром, особенно по проблеме расселения людей из ветхого жилфонда. В Архангельске, например, пока решить вопрос возможно лишь возведением малоэтажек, поскольку требование закона, по которому в городе могли бы возводиться и многоэтажки, не выполняется из-за размытости механизмов его реализации. Суть действующих требований такова – 70% домов должны быть оборудованы общедомовыми приборами учета. «На что на этом совещании для нас была доведена информация, что в июне текущего года правительством Российской Федерации совместно с фондом будет принято решение о внесении изменений и дополнений в данную статью. И с этого момента, когда поправки вступят в силу, у города Архангельска появится возможность выходить уже на строительство многоэтажного жилого фонда, что позволит нарастить темпы и улучшить ситуацию с расселением ветхого аринного жилья». Вопрос расселения ветхих и аварийных домов обсуждался и на прошедшей сессии депутатов Городской Думы. Народные избранники вновь отметили необходимость возобновления работы программы «Развитие Архангельска как областного центра». А чем область конкретно может в этом вопросе помочь городу? Ну, как минимум, софинансирование. Большая часть от собирая сборов и налогов город отдает в вышестоящие бюджеты. Я думаю, что какое-то перераспределение финансовой вертикали пошло бы российским городам только на пользу. О перераспределении средств говорили и в связи с областным дорожным фондом. Из 4,5 миллиардов рублей Архангельс получает всего 70 миллионов, а в областной бюджет отдает гораздо больше. Вот сегодня главная задача найти согласие с областным правительством, чтобы через другие мероприятия, например, то, что наш мэр добивается, вернуться опять к вопросу программы поддержки города Архангельска как областного центра, вот через эту программу, по сути, можно было бы компенсировать то, что теряет сегодня каждый владелец транспортного средства в городе Архангельске. Пять лет содружеству школьников поморской столицы. Детская организация «Юность Архангельска», основанная в 2009 году по инициативе мэра города Виктора Павленко, отметила свой первый юбилей. В ее рядах несколько тысяч ребят из 59 школ города. «Юность Архангельска» – постоянный участник всех городских мероприятий, в том числе акций патриотической направленности. На торжественной линейке по случаю дня рождения организация приняла в свои ряды 60 новых отрядов школьников. То, что у детей в глазах, это не передать. Мы сегодня, повязывая галстуки, разговаривали с малышами, они говорят, вот у меня дедушка ветеран, у меня бабушка, прабабушка. То есть они все ощущают свою значимость. Город Архангельска – город воинской славы, и у нас эта организация, я думаю, большая будущая. Наверное, вы заметили, что на прошлой неделе количество сотрудников ДПС на дорогах нашего города увеличилось. В среду Архангельскую область посетил полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин. На совещании с Поппредом обсуждались самые важные вопросы нашего региона. С подробностями Артемий Заварзин. Центральным вопросом встречи стало переселение людей из ветхого и аварийного жилья. О том, какие меры для этого принимаются в регионе, участникам совещания рассказал губернатор Архангельской области Игорь Орлов. В целях развития жилищного строительства на территории области реализуется государственная программа по обеспечению населения качественно доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры, а также адресная программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Сейчас заканчивается разработка документов территориального планирования. Планирование утверждены соответствующие дорожные карты. Однако в решении жилищного вопроса в нашей области на сегодняшний день немало различных проблем. На это обратил внимание полупредпрезидента в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин. Однако доля социального жилья, построенного для отдельных каких-то их граждан за счет бюджетных средств, крайне незначительна и составляет только 9%. Следует признать, что в Северо-Западном федеральном округе и в Архангельской области в частности задача ликвидации ветхого аварийного жилья до сих пор решается недопустимо медленно. По темпам ликвидации ветхого аварийного жилья Архангельская область пока не входит в число лидеров. Несмотря на принимаемые правительством области меры, доля ветхого аварийного жилья в области за последние два года, хотя и незначительно, но все-таки увеличилась на 0,23%. Особенно остро стоит проблема ликвидации аварийного жилья. Имеются определенные сложности при взаимодействии региона с фондом ЖКХ. Так, из-за невыполнения обязательств по срокам строительства в 2012 году были возвращены фонд ЖКХ 193 миллиона рублей. В 2013 и 2014 годах фондом приостанавливалось финансирование программ. По состоянию на сегодняшний день Архангельской области не представлена заявка на получение финансовой поддержки для реализации очередного этапа программ переселения. Напомню, что расселение аварийного жилья – принципиальная задача властей всех уровней. По завершению совещания Владимир Булавин обозначил главный вектор в решении жилищного вопроса в Архангельской области. Темпы, которые мы на сегодняшний день имеем в области, значит, они, по крайней мере, это все признают, должны быть увеличены раза в три-четыре. В прошлом году с губернатором области договорились о том, что выполнение указов будет процессом открытым, публичным. И одно из условий – это персональная ответственность. Речь идет об ответственности глав муниципальных образований за исполнение майского указа президента по переселению граждан из ветхого жилфонда. Но в этой части муниципалитеты оказались связанными по рукам и ногам. Например, в Архангельске, где более полутора тысяч домов признаны аварийными или ветхими, пока решить вопрос возможно лишь возведением малоэтажек, поскольку требование закона, по которому в городе могли бы возводиться и многоэтажки, не выполняется опять же в связи с размытостью механизмов реализации. Суть действующих требований такова – 70% домов должны быть оборудованы общедомовыми приборами учета. На что на этом совещании для нас была доведена информация, что в июне текущего года правительством Российской Федерации совместно с фондом будет принято решение о внесении изменений и дополнений в данную статью. И с этого момента, когда поправки вступят в силу, у города Архангельска появится возможность выходить уже на строительство многоэтажного жилого фонда, что позволит нарастить темпы и улучшить ситуацию с расселением ветковарийного жилья. Более того, изменения и дополнения в федеральном законе о фонде содействия и реформированию ЖКХ позволят выкупать квартиры в новостройках для расселения людей из аварийного жилфонда. Нам значительно будет проще это все дело реализовывать, и тем самым мы соптимизируем расходы муниципального бюджета в части направления финансовых средств на строительство и развитие сетей коммунальной инфраструктуры. Несомненно, эти затраты мы все равно будем вести, но, наверное, не в таких количествах. Одним из вопросов совещания стало также обеспечение малышей местами в детских садах. Отдельно был отмечен успешный опыт Архангельска, где в рамках частно-муниципального партнерства недавно сдан в эксплуатацию детсад на улице Добролюбова. Сам механизм реализации этого проекта, муниципально-частного партнерства, заключается в том, что инвестор, заходя на объект полностью за счет своих средств, подготовил всю разрешительную документацию, самостоятельно построил объект, и муниципалитет уже выкупил фактически готовый объект. То есть стадия проектирования, строительства, в этом процессе муниципалитет не участвовал. То есть мы фактически приобрели готовый объект, фактически по нашему заказу. Данный пример был приведен как положительный, и было рекомендовано муниципальным образованием, которые участвовали в этом совещании, использовать опыт города Архангельска для выполнения майских указов по обеспечению детскими садами на территории муниципальных образований Архангельской области. То есть данный проект был поддержан правительством Архангельской области. Позиция муниципальных образований региона наконец-то услышана федеральным центром. Пожалуй, это главный итог прошедшего совещания. Полпредпрезидента Владимир Булавин дал поручение правительству Архангельской области создать специальную рабочую группу, которая возьмет на контроль решение жилищного вопроса в регионе. Войдут туда и представители муниципалитетов. Ведь только консолидируя усилия всех уровней власти, возможно ускорить вопрос с расселением ветхого жилфонда. Главное слово за областными чиновниками, которые имеют и законодательные рычаги, и возможность влиять на строительные процессы комплексно. А муниципалитеты, в том числе и мэрия Архангельска, к совместной работе и конструктивному диалогу готовы. Продолжая тему ветхого жилья. Когда-то наш город был деревянным. Сегодня ощутить атмосферу старинного Архангельска можно разве что на Чумбаровке. А вот сотни жилых деревянных домов становятся аварийными или признаются неподлежащими комприбонту. В Архангельской области разработана программа капитального ремонта. Но 75% жилфонда столицы Поморья планируют отремонтировать только лет через 30. Почему? Об этом в нашем следующем сюжете. В утвержденной правительством области программе капремонта 3889 жилых домов, расположенных в Архангельске. Среди них и этот. Проспект Ломоносова, 172, корпус 3. Деревянный двухэтажный дом постройки еще 1917 года. За всю свою почти вековую историю капитального ремонта это здание не видела ни разу. Каково же было удивление жителей, когда правительство области решило, капитальный ремонт этого дома будет произведен только в 40-х годах. Жители бы и рады ждать, да боятся, что не дождутся. Обветшала кровля, да и свайные основания дают о себе знать. Неизвестно уже, каком состоянии, в принципе, она будет через пару лет. И будет ли вообще-то программа исполнена в полной мере. Но я думаю, что все это не стоит затягивать, а решать проблемы сейчас. Или подождать, внося обязательные платежи областному оператору капремонта. В противном случае придется дополнительно собирать средства и производить ремонт за свой счет. Не стоит забывать и о том, что ежегодно в Архангельске сотни домов становятся аварийными, сгорают или признаются неподлежащими капремонту. Областная программа этот факт не учитывает. Программа состоит из пяти этапов. Каждый этап – это пятилетний этап. И вот мы увидели, что в первый пятилетний этап входит порядка 600 домов. Хотя мы рассчитывали, что данное количество домов будет значительно больше. В то же время на последний этап – это 2038-2042 год – отнесено порядка 3000 домов. Или 75% всего жилищного фонда, который предусматривается в рамках этой программы. То есть они должны быть отремонтированы только в самом конце. И из этих 75% лишь десятая часть сможет дождаться ремонта. Судьбу остальных домов областная программа негласно предрешила, как и судьбу средств, которые горожане теперь обязаны направлять на капитальный ремонт. Нет гарантий, что оплаченные вами 6 рублей 10 копеек за квадратный метр будут потрачены на ремонт именно вашего дома. Не распылять деньги архангелогородцев на нужды других населенных пунктов региона помог бы специальный фонд капитального ремонта для поморской столицы. С предложениями создать такой неоднократно выступал мэр Архангельска Виктор Павленко. Но областное правительство эту идею не приняло. В итоге многие собственники жилья в многоквартирных домах не желают участвовать в программе, по которой их жилье будет отремонтировано через 30 лет, а сами жители будут устранены от принятия решений о проведении ремонтов. Кроме того, несколько десятков домов в программе просто нет. Собственники уклонились от предоставления документов для включения в нее. При этом взнос правительство области установило единый для всех, не принимая во внимание, что, например, для ремонта деревянных домов расчетная плата за капремонт должна составлять 29 рублей с квадратного метра. А для того, чтобы отремонтировать дома в районах области, средств потребуется еще больше. Минимальный взнос по многоквартирным домам, это, как правило, 9-этажные дома, составляет 9 рублей 47 копеек. А по деревянным домам, как правило, неблагоустроенный жилой фонд, 32 рубля с квадратного метра. То есть ощущаете разницу? 6-10 с квадратного метра и минимум 9,47. То есть эта разница должна быть где-то предусмотрена. Поскольку регулятором является субъект, соответственно, эти финансовые средства должны быть предусмотрены в бюджете Архангельской области. Этих денег нет. И где их взять, правительство области ответа тоже дать не может. В целом, ежегодный дефицит средств на реализацию региональной программы составит почти 4 миллиарда рублей. По Архангельску, где сосредоточена примерно треть жилфонда, это более миллиарда рублей. Понятно, что муниципалитету только за счет собственных средств этот дефицит не покрыть. Соответственно, без дополнительного источника финансирования, например, привлечения федеральных средств, реальность выполнения региональной программы капремонта вызывает большие сомнения. О всех нюансах принятой программы капитального ремонта в интервью нашему корреспонденту рассказал Владимир Плюснин, директор департамента городского хозяйства мэрии Архангельска. Владимир Николаевич, первый вопрос. Сколько многоквартирных домов сегодня нуждаются в ремонте в нашем городе? Город Архангельск подал 3889 многоквартирных домов для того, чтобы они участвовали в программе капитального ремонта. Это все дома, которые, согласно правил программы, могут принять участие в этой программе. А есть ли многоквартирные дома, которые не попали в программу, и по каким причинам? Значит, согласно правил, которые прописало областное правительство, в эту программу не входят блокированные дома и дома, в которых количество квартир не более трех. Значит, эти дома не вошли. Есть еще дома, которые не предоставили сведения. Это 184 дома. В основном это КИЗы, ТИЗы и ТСЖ, ну и новостройки. Они в программу вошли, но по ним отсутствует ряд сведений, которые они нам не предоставили. И поэтому в программе они отнесены на последний этап проведения капитального ремонта. Ну вот как раз, на Ваш взгляд, ряд ТСЖ и кооперативных домов почему уклонились от участия в программе? То есть все-таки по каким-то объективным причинам? Ну, первая причина, наверное, все в доме хорошо. Большинство ТСЖ создаются при условии, когда есть сильный председатель. Без этого фактора и ТСЖ не создаются. И, соответственно, сильный председатель, хороший хозяйственник ведет постоянную работу по содержанию собственного дома. Жильцы оплачивают те сборы, которые они планируют. За эти деньги проводятся работы в том числе и капитального характера. И, соответственно, люди привыкли жить в таких домах, исходя из собственных возможностей и полагаясь только на себя. И, соответственно, председателя. Ну, с этими домами более-менее все понятно. А вот с теми все-таки, кто попал в эту программу, спорных много моментов. Правда ли, что все деньги, которые региональный оператор соберет, он может по своему усмотрению расходовать? То есть, например, новый дом, который не нуждается в ремонте, деньги фонд вносит, и они идут на ремонт домов, скажем так, ветхих. То есть... По условиям программы основной принцип – это принцип котла. Значит, все мы в течение 30 лет будем платить на сегодняшний день установленный минимальный взнос – 6 рублей 10 копеек. Это не те деньги, которые позволят привести жилье в порядок. В законе прямо не запрещено расходовать деньги. Соответственно, на другие муниципальные образования, соответственно, разрешено. Поэтому здесь уже, так как программа верстается областным правительством, так и решение будет принимать региональный оператор по расходованию средств. Но мы понимаем, что 6 рублей 10 копеек – это непозволительный минимум, скажем так. То есть сумма должна была быть за квадратный метр в разы больше. Да, мы предоставляли, я с вами согласен, мы предоставляли расчеты, которые говорили, что капитальный ремонт по всем видам работ, которые предусмотрены программой, обойдутся собственнику в 32 рубля – это максимум. 29 рублей, и все-таки был принят взнос 6 рублей 10 копеек. При таком увеличении взноса возникает дефицит средств, которые потребуются на проведение капитального ремонта. По городу Архангельск он составит 1,2 миллиарда рублей в год. Соответственно, мы понимаем, что часть домов будет ремонтироваться, а часть домов будет просто оплатить деньги и ждать в своей очереди. Наверное, поэтому и был перенесен основная масса домов на ремонт последнюю пятилетку на 43-й год. То есть дефицит как этот будет восполняться? Сегодня этот дефицит, по условиям программы, этот дефицит возможен, его можно покрыть за счет регионального бюджета, но сегодня таких решений не принято. А вот все-таки парадоксы есть в программе. То есть дом постройки 1917 года планируют его ремонтировать в 2038. Чем вообще руководствовалось правительство области? Насколько объективно такое решение? Наверное, делали всем по справедливости. Для того, чтобы было понятно, как попадают дома по очередности, в программе прописаны критерии, по которым и формировался очередность ремонта многоквартирных домов, деревянных, многоэтажных, панельных. В этих критериях указано основное – это износ, год постройки, срок до первого капитального ремонта проводился ли он вообще, и финансовая дисциплина платежей, в том числе и по региональному оператору. По этим основным критериям и формировался список. Но вот когда смотришь на весь список целиком, вы правы, что дом 1917 года есть и в первой пятилетке, это 1915-19 год, и дома 1927-1936 года отнесены на следующие периоды. Ну, деревянным домам такой срок выдержать очень сложно. Есть в программе оговорки, по которым можно сказать, что они так немножко облегчают участь этих домов. Ежегодное корректирование программ, как краткосрочных, так и долгосрочных. Уже в ближайшем будущем очередь в детские сады нашего города сократится на 220 человек. В округе Майская горка продолжается реконструкция детского сада на улице Полина Осипенко. Наша съемочная группа отправилась инспектировать стройку. Реконструкцию здания детского сада на Полина Осипенко 7, корпус 2, муниципалитет начал в прошлом году. По заверению подрядчика, от старого здания должны были остаться только стены, но даже они преобразились. Внушительный объем отделочных работ проделан и внутри здания. Масштабный ремонт стоимостью более 60 миллионов рублей при софинансировании городского, областного и федерального бюджетов проводится в соответствии с новыми стандартами. Сегодня выполняются работы по устройству кровли, утепление чердаков, устройство фасадов. В планах подрядчика установка современной вентиляции и сантехники, теплых полов, а также... Гидравлика проведена. Сейчас идет монтаж стояков в системе отопления. Окончание выполнения сроков у нас по графику первоначальному, который стоит июнь месяц. В него мы укладываемся. Обеспечение детей местами в детских садах продолжает оставаться главной социальной задачей мэрии города, определенной и в майских указах президента. Для ликвидации очереди в детсады в Архангельске создана дорожная карта. И по этой дорожной карте мы проводим реконструкцию детского сада, здания детского сада Наполина Осипенко. В скором будущем в этот детский сад мы сможем зачислить 220 детей. Таким образом, очередь в детские сады на 220 мест будет уменьшена, что, конечно же, будет способствовать выполнению дорожной карты и тех планов, которые определен муниципалитет. Также в Архангельске разрабатывается проект строительства нового детского сада в Соломболе. В целом, мероприятие, предусмотренное дорожной картой, позволит в ближайшие годы создать в Поморской столице более 2000 новых мест в детских садах. Таким образом, ликвидировав очередь в дошкольные учреждения для детей от 2 до 7 лет. В эфире была информационная программа «Городские подробности». Мы представили вам самые значимые события прошедшей недели. Смотрите нас и в интернете на портале правдосевера.ру. В студии был Денис Куклин. Хорошего вам воскресного дня и увидимся через неделю. Продолжение следует... Продолжение следует...